Всем привет! Вы на канале Пикси Ленджер и в этом видео нарисую вот такую картинку по клеточкам. Два персонажа из игры Among Us пришли на елку, они празднуют Новый год. Рисунок помещается в обычную тетрадку, но тетрадку нужно разместить горизонтально. Раскрашивать ему можно любыми цветами, какие вам больше нравятся. Я для своего рисунка взяла черный маркер для контура, желтый, оранжевый, красный, розовый, фиолетовый, синий, голубой, темно-зеленый и светло-зеленый фломастер. И кому уже нравится мой рисунок, не забудьте сразу поставить мне лайк за идею и за подсказки в этом видео. Сначала берем черный фломастерный маркер, начнем рисовать контур рисунка. Начнем рисовать от нижнего левого угла. От левого края странички я отступаю всего лишь одну клеточку, от нижнего края странички я отступлю 4 клетки. И вот эта клетка у меня будет нижний левый угол рисунка. От нее я пропускаю вверх 3 клетки, на четвертой останавливаюсь и закрашиваю вверх 3 клетки. Начнем рисовать елку. Теперь идем вправо по диагонали, закрашиваем 3 раза по одной клетке. От вот этой одной клетки перепрыгиваем 2 клетки вверх, на третьей останавливаемся, закрашиваем 2 клетки вверх. Поворачиваем по диагонали вправо вверх, закрашиваем 3 раза по одной клетке. Теперь от вот этой одной клеточки пропускаем 2 клетки вверх, на третьей останавливаемся и закрашиваем 2 клетки вверх. Поворачиваем вправо по диагонали, закрашиваем 3 раза по одной клетке. Теперь от вот этой одной клеточки перепрыгиваем 2 клетки вверх и закрашиваем 2 клетки вверх. Это украшение верхушка елки. Идем по диагонали вверх вправо и закрашиваем 2 раза по одной клетке. вот эта клетка верхний край рисунка теперь поворачиваем вправо вниз по диагонали закрашиваем одну клетку теперь идем по диагонали вниз закрашиваем две клеточки идем по диагонали вниз влево закрашиваем вот здесь две клетки по вертикали и через одну клеточку левее вот здесь закрасим две клеточки по вертикали от этой клетки идем по диагонали вниз вправо закрашиваем три раза по одной клетке идем по диагонали вниз закрашиваем две клеточки по вертикали и сразу от вот этой клетки до вот этой здесь проведем линию закрасим по горизонтали вот эти клеточки это один ярус елки теперь у этих трех клеток находим среднюю клеточку и от этой клетки идем вниз вниз вот сюда отмечаем здесь клетку поворачиваем по диагонали вправо и закрашиваем три раза а плодные клетки от этой клеткой идём по диагонали закрашиваем вниз две клеточки и теперь от этой клетки ведем линию вот сюда влево соединяем эти две клеточки рисуем второй ярус елки закрашиваем здесь по горизонтали много клеток и не считаем, от вот этой клеточки идем вниз, пропускаем здесь 3 клетки, вот здесь останавливаемся, поворачиваем вправо по диагонали и закрашиваем 3 раза по одной клетке, от этой клетки идем по диагонали вниз, закрашиваем вниз 3 клеточки и соединяем теперь вот эти нижние клетки, рисуем еще один ярус елочки, теперь здесь посередине елки нужно ножку прорисовать, от вот этой клетки пропускаем 6 клеточек влево, раз, два, три, четыре, пять, шесть, на седьмой останавливаемся, идем вниз, закрашиваем 3 клеточки вниз, теперь левее через одну клетку еще 3 клетки закрашиваем по вертикали и вот здесь одну клеточку закрасим, вот такой простой контур симпатичной елочки, потом ее раскрасим, будет красота, теперь будем дорисовать здесь и 2 персонажей из игры Монгас, сначала от вот этой клетки пропускаем 2 клеточки вправо, на третье останавливаемся и закрашиваем вверх 2 клетки, начинаем рисовать шапку одного товарища, теперь от вот этой клеточки, идем по диагонали вниз, вправо и отсчитываем 13 клеток вниз, внимательно не сбиваемся, от нижней клетки поворачиваем вправо, 3 клеточки вправо закрашиваем по горизонтали, от этой клетки перепрыгиваем одну клетку вправо, закрашиваем вверх 3 клеточки, теперь здесь 3 клетки влево, по горизонтали и вот здесь одну клеточку, от этой клетки закрашиваем две клеточки вправо, по горизонтали, теперь от вот этой клетки идем по диагонали вверх вправо, закрашиваем две клетки вверх, еще идем по диагонали вправо, закрашиваем две клетки по горизонтали вправо идем по диагонали вверх вправо закрашиваем вправо 5 клеток рисуем шапку теперь идем вниз вправо по диагонали закрашиваем два раза по одной клетке от этой клеточки идем по диагонали вниз закрашиваем вниз две клетки идем по диагонали вниз влево Закрашиваем две клетки вниз Теперь соединяем вот эту и эту клеточку Рисуем здесь по горизонтали Вот такую полоску Это шапка Теперь от вот этой клетки Вот сюда ведем линию Закрашиваем здесь по горизонтали Вот эти все клеточки Теперь от этой клетки Идем на одну клеточку влево и вниз Закрашиваем две клеточки вниз И от этой клетки Идем по диагонали вниз Влево, закрашиваем влево вот здесь 5 клеток. Теперь от вот этого угла идем по диагонали вниз вправо и закрашиваем вниз 13 клеток. Здесь поворачиваем вправо, 3 клетки закрашиваем вправо, рисуем одну ногу, перепрыгиваем одну клеточку вправо, закрашиваем 5 клеток вправо, вторая нога, теперь вот здесь закрашиваем вверх 2 клетки, влево по горизонтали 3 клетки и здесь одну клетку закрасим. Теперь от вот этой клетки перепрыгиваем одну клеточку вправо, закрашиваем 2 клетки вправо, рисуем вторую шапку, идем по диагонали вверх вправо, закрашиваем вправо 6 клеток, Теперь идем вниз по диагонали, две клетки вниз закрашиваем. Идем вниз по диагонали, закрашиваем три клеточки вниз. Поворачиваем влево по диагонали, закрашиваем три клетки вниз. И от этой клетки идем влево и рисуем вниз полоску вот сюда. И здесь можно не считать клеточки. Теперь от этого угла идем по диагонали вниз вправо, закрасим одну клетку. Идем вниз по диагонали вправо, закрашиваем вниз 7 клеток. И идем по диагонали влево-вниз, вот здесь 2 клеточки закрасим по горизонтали. Теперь от вот этой клетки идем вправо и закрашиваем вверх 3 клеточки, рисуем бубон на шапке. Поворачиваем влево, закрашиваем вот здесь 2 клеточки влево. От вот этого угла, от этой клетки идем по диагонали вверх-влево и рисуем полосочку влево по горизонтали вот здесь. Нарисовываем шапку. От этой клетки перепрыгиваем вверх 2 клеточки и рисуем влево вот сюда полоску по горизонтали. И вот здесь одну клеточку закрасим. Теперь от этой клетки пропускаем 3 клеточки влево и идем вниз, вот сюда, и закрашиваем 2 клетки вниз. И теперь от вот этой клетки идем по диагонали влево-вниз и закрашиваем 5 клеток влево по горизонтали. Теперь осталось здесь бубон дорисовать, а от вот этой клетки идем по диагонали вправо-вверх, закрашиваем 2 клетки вверх. поворачиваем влево закрашиваем две клетки влево и здесь одну клетку и черный фломастер больше не нужен теперь будем раскрашивать картинку вот такой контур получился не очень сложный теперь самая приятная часть будем раскрашивать картинку сначала беру желтый фломастер и елочку раскрасим вот здесь отмечаю одну клетку и веду здесь контур по одной клеточке вверх вправо здесь Здесь отмечаю две клеточки, веду контур по одной клетке вверх-вправо. И здесь отмечаю две клеточки, веду контур по одной клеточке вверх-вправо. Здесь отмечу две клеточки, проведу здесь линию и вот эти клетки закрашиваю желтым фломастером. Еще желтым фломастером закрашиваю вот здесь одну клетку на верхушке елки. И вот этот персонаж у меня будет желто-оранжевый. Отмечаю вот здесь 4 клетки и веду контур. 4 клеточки вправо, клеточка вверх, клеточка вправо, вверх, вправо, 2 клетки вверх и клеточка вправо. И вот эту нижнюю часть закрашиваю желтым. Теперь беру светло-зеленый фломастер, отмечаю здесь одну клетку и веду контур по одной клеточке вверх-влево. Вот так. Здесь отмечаю 2 клеточки, веду контур по одной клеточке вверх-влево. Вот такие ступеньки. И с этой стороны отмечаю вот здесь две клеточки и веду контур в одной клеточке вверх-влево. И теперь закрашиваю светло-зеленым фломастером вот эти вот части. А теперь берем темно-зеленый фломастер и вот эти белые клеточки внутри елки я закрашу темно-зеленым. Теперь я беру оранжевый фломастер, ножку елки я закрашу оранжевым. И вот эту нижнюю часть вот этого персонажа я закрашу оранжевым. Теперь я беру красный фломастер и вот это украшение, верхушку елки, закрашу красным. И вот эту шапку у второго персонажа закрашиваю красным. Теперь я беру голубой фломастер, закрашиваю вот здесь две клетки по вертикали и вот эти четыре клетки по горизонтали голубым. И у этого персонажа тоже здесь две клетки по вертикали и вот эти четыре клетки по горизонтали. А синий фломастер беру, чтобы закрасить вот эту шапочку синим цветом Теперь я беру розовый фломастер и веду здесь контур Здесь отмечаю три клеточки И веду контур вправо клетка, вниз клетка Пять клеток вправо, вверх клетка, вправо клетка, вверх две клетки, вправо клетка Вот эту часть закрашу розовым И здесь сразу закрашу вот здесь три клеточки и здесь одну И теперь беру фиолетовый фломастер и нижнюю часть вот этого персонажа закрашу фиолетовым. Вот такая яркая картинка уже получилась, очень красивая. Но чтобы добавить немножко еще больше яркости этой картинки, праздничности, давайте дорисуем еще конфетти. Закрашиваем разными фломастерами разноцветными, поярче. Вот здесь по одной клеточке вокруг елки. Это будет как конфетти. И вот такой рисунок по клеточке у меня получился. Елка, два персонажа из игры Монг Аз, они празднуют Новый Год. Такую картинку можно нарисовать как открытку на Новый Год, кому-нибудь подарить. Срисовывайте, не забывайте ставить лайк мне под видео. А кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь обязательно. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. До новых встреч на канале Пикселинджер. Пока-пока.